Роман Владимирович, долгожданный реактор наконец-то при нас приехал. Вообще какой это вклад и для атомной станции, и для региона? Да, сегодня большое событие, потому что мы с вами встречаем реактор на строящуюся атомную электростанцию, Курскую атомную электростанцию. Это крупнейший инвестиционный проект в нашем регионе. И мы все с нетерпением ждем уже в 2025 году ввод в эксплуатацию первого блока Курской атомной электростанции 2. Это не только рабочие места сейчас на период строительства, а сегодня здесь на строительной площадке работает 8800 человек. Специалисты высочайшего класса со всей страны. И, конечно, для нас это, с одной стороны, и почетно, ответственно, с другой стороны, мы понимаем, что и регион должен оказывать поддержку, в том числе и в подборе персонала, в обеспечении строительной площадкой, инженерной инфраструктурой, транспортом. Мы во взаимодействии с руководством концерна «Росэнергоатом», с подрядными организациями, которые здесь работают, мы вместе как раз эти задачи и решаем. Пик стройки будет в следующем году, в начале следующего года. Почти 11 тысяч человек строителей здесь будет работать на площадке. И, конечно, для нас это важно для того, чтобы город Курчатов жил. Потому что вот этот реактор, который мы с вами встретили, его только проектный срок эксплуатации 60 лет. Это значит, что 60 лет атомная электростанция будет работать, вырабатывать электрическую энергию, которая будет надежно поставляться в энергосистему нашей страны, в том числе как раз на предприятия Курской области. Поэтому это, безусловно, знаковый проект не только для нашего региона, но и в целом для Российской Федерации. Мы гордимся, что концерн реализует такой проект на территории нашего региона. Поэтому ответственно относимся ко всем ключевым событиям проекта. Александр Владимирович, может, расскажите про технические какие-то особенности? Да, у него есть особенности. Это этот реактор или этот артиф реакторов? Да, так как и стояли. Хорошо. Он пока только в металле, вы его увидите, в работоспособном состоянии, как уже сказали, мы его увидим в конец 24-го, начале 25-го года. В ВВР-ТОЕ. В основе его это ВВР-1200, но он изготовлен из другого материала, то есть это так называемая безникелевая сталь, которая и позволяет вот эти 60 лет нам уверенно заявлять, что будем работать. И конструктивно там на два сварных соединений меньше. То есть в пределах активной зоны, это примерно по центру сварки, там сварных соединений нет. То есть это большую надежность, большую прочность и долговечность конструкции придает. Поэтому отталкиваясь, как я уже сказал, от того, что было достигнуто, этот реактор будет более современным. И мы надеемся, что когда он станет так называемым референтным, то есть мы его запустим, показом мировой общественности, и они у нас его купят. Ну а мы будем, соответственно, развивать свое машиностроение, готовить персонал, ну и продвигать технологии дальше. Потому что это чисто российский проект. Можно про безопасность станции, в связи еще и с новыми угрозами, которые появились у нас независимо? Значит, я вам уверенно говорю, как директор, что станция защищена надежно, с военными мы общаемся регулярно, практически сегодня у меня было общение. Я уверен в том, что они нам обеспечат нас надежный, мирный труд. А как они нам обеспечат? Ну? Глушевки, что же это будет? Значит, я вам секретов Родины рассказывать не буду. Вы догадайтесь сами. Ну а кроме военных, что здесь еще? Почему? Здесь средства РЭП есть, есть вооружение. Да нет, я про радиацию вообще, про про все. Радиации вот здесь, где мы находимся, это никакой. И, в общем-то, ее не будет. Она останется внутри реактора. Это очень безопасный аппарат. Вот смотрите, видите, какой корпус могучий? Вот у него внутри два корпуса. Наружный и внутренний. Еще внутри реактор. Поэтому, значит, проникновения в опасности радиационной за пределы блока не будет. Мы понимаем, что это референтный реактор. То есть, таких еще не строили. И, конечно, инженеры учли все предыдущие годы эксплуатации атомных электростанций в этом проекте. Поэтому мы рассчитываем, и проектом это доказано, что это будет самый безопасный реактор, существующий на сегодняшний день. Именно поэтому такое большое внимание к этому проекту. И действительно, мы рассчитываем, что после того, как концерн запустит, ведет в эксплуатацию этот реактор, это будет наш экспортный потенциал. Концерн будет строить такие атомные электростанции за рубежом, в том числе. Спасибо. Спасибо. У него будущее большое. Спасибо, что вы это сказали. Спасибо, спасибо, друзья.